У Василия Ивановича был кривой мизинец, и все думали, что это у него связано с возрастом. Вот когда мы ходили к нему на занятия, ему было, да, как ровеснику века, 86, а когда мы расставались, ему было 88. И вот у него абсолютно ясная голова, здоровый, кривой мизинец. А потом вот через кого-то я узнал историю, оказывается, это он в детстве, ребенком, где-то палец этот, видимо, ударил, ну и порвал сухожилие. А потом, когда он студентом уже попал в Петроград, он оказался на виду, и ему стало неловко вот этого дефекта, и он решил его исправить. Это 20-е годы, а тогда в Петрограде была целая группа осетинской интеллигенции, потому что Всеволод Миллер, вот, в числе своего наследия осетинского, он оставил осетинско-русско-демецкий словарь. Но он не был доведен до конца, он не успел, он умер. Но остались архивы, у него остался сын, известный его переводчик, и он их предоставил Академии наук, и Академия наук решила их издать. И был редактор Фрейман, такой известный иронист, но ему в помощники определили несколько осетин. Вот, там был Цоцкуан Балов известный, Инал Собиев, даже есть фотография, где они все вместе. И, судя по всему, вот, свидетелем был как раз Инал Собиев. Василий Иванович его попросил, чтобы он составил ему компанию. И они вместе отправились к известному хирургу Вредену. Его именем назван в Петербурге Институт хирургии и травматологии. Тогда уже он был в возрасте, это была такая вот очень крупная фигура, дореволюционная. Он был дореволюцией в чине генеральства. И вот они к нему пришли на прием, он осмотрел. И он спросил Василия Ивановича, а вот молодой человек, а что, собственно, вот, чем он вас беспокоит? Ну, Василий Иванович решил, что надо сохранить лицо. И он сказал, что он упражняется в игре на фортепиано. И этот мизинец, он вот не позволяет ему достичь желаемого совершенства. Но это был, всем было ясно, что с таким мизинцем речи ни о каком совершенстве быть не может. Что так и играть не могло. Он, естественно, это понял и сказал, и отправил их. Сказал, я слишком занят, чтобы заниматься всякой вот ерундой. А Василий Иванович это, естественно, сильно заделал. И когда они вышли, то вот этому и на усобию, который потом обо всем этом и рассказал, он все так сказал, скалобую. Этот профессор не только вреден, но еще и бестолковый. И это вот как бы осталась такая прибавутка. Потом он рассказывал, вот после окончания Тифрийской гимназии, он два или три года преподавал в Кобинской школе, потому что шла гражданская война, дороги были закрыты, и он просто ждал возможности уехать в столицу. И чтобы вот без дела не сидеть, он в школе, он сам в этой школе же и учился, до третьего класса, что ли. А там, естественно, заняться нечем, и он решил кататься на лыжах. И это вот вызвало как бы такой ажиотаж. Абаевы там, в Кобе, живут немножко отдельно от села. Вот то, что называется шахун. Даже называют это вот фажила, то есть вот поворот в сторону моста. И называли, ну вот по его собственным рассказам, чтобы различать, там было много Абаевых, чтобы их различать, называли по имени деда. И говорили не Абайта, а говорили Балата. И что вот, когда я, он рассказывал, пытался кататься на лыжах, то прошел слух Балату на Пушеграе. Ну вот он это как бы сохранил, что не принято было вот среди горцев, которые занимались тяжелым сельским трудом, кататься на лыжах. Но из Коби он по Владикавказу ездил на велосипеде. Дорогу посыпали щебнем, и колеса экипажа этот щебень дробили в крошку, а потом утрамбовывали. И получался такой вот достаточно гладкий и ровный слой. И он говорит, было это вот большим удовольствием. Под горку, просто велосипед сам катится. И когда проезжал через грузинские села, вот Казбеги, он говорит, грузинские женщины, они вот мне вслед разводили руками, от удивления, и говорили, вот Вайме, чего только не придумает русский царь.